Так, ну хорошо, давайте начнём с Гигука, кентайная игра, которая сломала Фо Чан. Так, в озвучке от Джоши Зо, я уже говорила, что меня покорил немножко комментарий, который цитировал слова из видоса. Я был готов к дрочке, но я был не готов к чувствам. Типа, боже, даже этот момент с озовом заставил меня прослезы. Короче, очень интересно, что там будет, поэтому поехали смотреть. Поехали, 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 поехали. Позвучку, позвучку, позвуку вот так сделаем. Думаю, нормально. Тебя анонимус, это хакеры на стероидах. Машина ненависти интернета. Название взялось с их секретного сайта. Турчан. Присловутый анонимный имиджборд, также известный как бездонный колодец дегенератства, мемов, разговоров без фильтра, а ещё щитпостинга. Большого количества щитпостинга. Учитывая, какая у него негативная репутация, среди всех существующих слов для описания Фачана, аппетиты хорошее или доброе вообще не приходят на ум. Но время от времени появляются истории о совершённых там коллективных подвигах и, что ещё необычнее, он может служить платформой, где люди собираются вместе и создают нечто выдающееся. Это один из тех случаев. История, начавшаяся с одной картинки... Я как будто булджать смотрю, кстати. Я помню, смотрела в Дос от булджать и прям вот в некоторых моментах прям рыдала от умиления. А, блин, вспомнила одну что-то прям... ...и взяты из, подумать только, кентайной дадзинси. Дальше последовала череда хаотичных и маловероятных событий, растянувшиеся на годы, что привели к появлению на свет одного из невероятнейших проектов. Потому что, мало того, что группе незнакомцев удалось собраться вместе, чтобы завершить монументально большой проект, на который ушли годы, что ещё невероятней, у них получилась одна из лучших визуальных новелл, выпущенных западным комьюнити. Это история о том, как 4chan сделал РАГ, которая превзошла всеобщие ожидания. Это история Катова Сёдзю. Конечно же, я об этом не слышала, но посмотрим, что скажут. До золотой лихорадки анимешных визуальных новелл в Стиме, до Доки Доки Литерчер Клаб, до Хани Попа, была Катова Сёдзе. А, это было ещё до? В 2012-м Катова Сёдзе, что примерно переводится как «Девушки-инвалиды», это визуальная новелла, симулятор свиданий, рассказывающий о пяти школьницах с инвалидностью, которых можно романсить. И кто знает, возможно, дело дойдёт до секси тайма. Ну да, я знаю. С учётом большой деликатности темы и её происхождения, не ожидаешь ничего иного, как безвкусной катастрофы, которая с позором затеряется в недрах интернета. Однако, все игравшие в курсе, что это приятная, вдохновляющая история, тронувшая сердца многих и горячо, горячо любимая до сих пор. Даже сейчас я вижу бесчисленных людей, рассказывающих, как Катова Сёдзе затронула и иногда даже изменила их жизнь. Но не менее невероятной, чем история игры, мне кажется, история о том, как был сделан этот проект. Игра не маленькая, это полноценная визуальная новелла на 30 часов контента, с компьютерной графикой, музыкой и анимацией. У команды разработчиков-любителей ушли на неё годы, и она полностью бесплатна. Это было до эры бума визуальных новелл в Стиме. До проектов на Кикстартере, до того, как визуальные новеллы в целом стали доступнее. До, до, до. Прикольно провести время, стримеры также многие поднялись. И просто проект, просто чтобы прикольно провести время, обладать какую-то свою идею, безвозмездно, абсолютно просто, 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 чтобы было. И это, блин, так поражает. Возг то, что он не только был доведён до конца, но ещё и казался настолько потрясающим. Как такой проект был завершён, когда многие игры поменьше, инди, профинансированные Кикстартером, сошли с дистанции? Были забытые и никогда не увидят света дня. Чтобы увидеть, с чего всё началось, нам нужно вернуться к более ранним, простым временам интернета. История. Итак, для тех, у кого в отличие от меня есть жизнь, визуальные новеллы это интерактивные сюжетные видеоигры, в большинстве случаев имеющие анимешный стиль. В общем-то, произошли они как раз из Японии. И до сих пор составляют крупный процент выпускаемых там компьютерных игр. Некоторые из них также выступают в жанре симулятора свиданий. Одна из основных целей игрока это заромансить одного или нескольких персонажей в интерактивном повествовании. Короче, из визуальных новелл, наверное, что-то похожее, во что я играла, это была какая-то странная игра, когда я была ещё маленькая, там, не знаю, пятый, шестой класс, наверное, была какая-то мега странная игра, которую, ну, детская точно не назовёшь. И там не то, что симулятор свиданий, там нужно было довести телефон, мобилка была, мобилка, на джава, нужно было довести как бы до момента, вот, выиграть там в бутылочку, что-то такое, чтобы появилась, короче, какая-нибудь откровенная максимально картинка. Вот это, наверное, есть симулятор, который я бы, ой, я бы рекомендую, нет, в который я играла, но мне бы, правда, хотелось попробовать какой-то реальный симулятор, вот прям вот свиданий-свиданий. Вот прям вот такой вот, который ты играешь, типа, в аниме, типа, я пришёл в симулятор, я такая, блин, я тоже хочу попробовать, я тоже хочу попробовать, мне нравится выбирать вот эти вот варианты, которые бы привели к какому-то, да. Я называю это симулятором трогания травы. Вы, как игрок, принимаете решения, влияющие на сюжет и отношения с другими персонажами. Каждый сделанный вами выбор может привести к одной из сюжетных веток и многочисленных концовок. Концовку с Леной. Ну, еще Бесконечный Лето, да, из-за таких вот... Ну, это не симулятор свидания, это... Это можно? Бесконечный Лето можно назвать симулятором свиданий? Наверное, ну, чем-то, чем-то, чем-то. Некоторые визуальные навалы чисто романтические, некоторые фэнтезийные или фантастические, а некоторые из них порно. То есть, многие из них. Многие из них были. Многие из них были. И остаются. И остаются, и будут. Среди известных визуальных новелл есть такие серии, как Феникс Райт и Данган Ромба. Также вы могли слышать о Вратах Штейна, Кланаде и... Что тут написано? Ф-фэйт? Стей Найт? О, боже. Впервые слышу. Однако, в прежние дни было тяжело раздобыть их копию, если вы жили не в Японии. Визуальных новелл не было в стиме, их не было в магазинах, и официальные переводы были редкостью. Поэтому многие в Виабу в те дни поставили себе задачу распространить любовь к японским визуальным новеллам, делая фанатские переводы. Знаю, это звучит как нечто непостижимое для всех, кто младше, хуй знает, 25. Но тогда добыча в Эдак была сопоставима по сложности с операциями морских котиков. Надо было зайти на стрёмный сайт и скачать 50 рар архивов в отдельности по одной штуке через медленнейший интернет. И в день можно было скачивать только по 5 файлов. Так что ты молился богу, что после нескольких дней скачивания при нажатии на файл 49 не окажется, что ссылка сломана. И тебе нужно было искать другой сайт и начинать всё сначала. Извините у меня, вьетнамские флэшбеки. Но параллельно сформировалась культура пародийных визуальных новелл. Любой виабу мог склепать и залить в интернет корявейший симулятор свиданий на флэше. Я уверен, что кто-то из вас в те дни натыкался на лажовый дейтим по Еве и визуальную новеллу по Хини. И браузя Нью Граундс вы видели штуки типа Гангура Гёлл и Фрэнкс Адвенчер, которые открыли вам мир, когда вы были озабоченным подростком-анимешником. Если такие есть, подайте голос. Не хочу звучать, как чокнутый бумер. Фанатские самодельные дейтимы двухтысячных сейчас кажутся ёбаной галлюцинацией. Но тогда комьюнити было таким. И, будем честны, мы были долбанными виабу и у многих из нас была кринжовая мечта однажды сделать своё аниме. И визуальная новелла была ближайшим к этому, что мы могли, с нашими ресурсами. Так что, хотя я не могу объяснить, почему коллектив Форчана накинулся на идею сделать визуальную новеллу, вполне возможно, что тогда у многих на борде возникло желание сотворить что-то своё. А чтобы узнать, откуда взялась идея... Не знаю почему, но у меня от слов сотворить что-то своё, вот именно в контексте других людей меня прям пробирают для мурашек. И это звучит прям... Которого... Начальная концепция... Неожиданно. Но мы сейчас говорим не о классике миадзаки 84-го года и даже не о манге-первоисточнике. Мы говорим о хентайе по ней. Ну да, я такая, знаете, думаю, так, стоп, вроде началось всё с хентая, ну то есть сказали вначале, что началось всё с хентая, тут миадзаки, такая какая-то несостыковочка. Ну ладно, посмотрим, что будет дальше, подумала я. А тут как бы... В декабре 2000-го Дадзин Кружок Детай Сёдзи выпустил Дадзинси по Навсекая из Долины Ветров под названием... Ш... Сюпер Харниш. Надеюсь, я правильно произнёс. Дадзинси была посвящена Кушани, персонажу из Мира Навсекая. Она принцесса, у которой ампутированы две ноги и одна рука. Ведь все любят Т-компутант, да, ребят? Что это за пиздец? Основное содержание Дадзинси для нас неважно, потому что это... Обычная Дадзинси с тем, что обычно бывает в Тадзинси. Но самое важное это то, что художник Райта включил дополнительные аммейк-страницы. И на одной из страниц был концепт симулятора свиданий с участием девушек-инвалидов, который он назвал Катава Сёдзе. Там была глухая девочка типа президента класса, безрукая девушка, держащая палочки ногами. У одной не было ног, у другой были сильные ожоги, а последняя была слепой. В целом, это была простая, непроработанная идея, и уверен, Райта даже не представлял, насколько важной однажды станет эта страница. Событие, после которого всё придёт в действие, произошло целых 6 лет спустя. По какой-то неизвестной причине, фанат решил раскрасить и перевести эту и только эту страницу. Само том, не подозревая, поставив последнюю фигуру в центре доски, полной энергичных, дегенеративных виа-бушников. Одна страница из хентайной манги привела к началу лавины. 4 января 2007-го переведённая омэк страница Райты сколько можно, ёб твою мать, блядь, по маске, была запущена в аниме-барде Фарчана, и они посходили с ума. Туда закидывали сотни идей, набросков, концептов и обсуждений Думаю, тут больше фокус на истории, а не на сексе и визуально новеллы, а не чисто хентай. Держите рисунки остальных девушек. Нет, мне быстро можно набросать концепты сцены, возможно, ещё раз крашу. Не того, каким мог бы быть этот симулятор свиданий. Тред за трредом, трред за трредом. Подождите, тут переведено. Вот, подожди, а, нам это всё рассказали. Восторгия такого рена, и нельзя с любви, и не на язык жестов. Девушка ручку ногами, ей сложнее всего добиться, с ней должен быть обед на крыше. На лице шрам отожог, полученный в шестом классе. Начальная школа, насильная, из-за этого комплекса ни разу не улыбается. С того дня тут наплачет после признания игрока. У неё протезы ног после аварии детства. Член клуба легкоатлетики. Довольно быстрая. Школа позволяет до определенной степени индивидуализировать одежду. Степая девушка немного клишированная. Быть этот симулятор свиданий. Тред за тредом, тред за тредом создавались и заполнялись, после чего сразу появлялся ещё один и повторялся тот же цикл. Номинирую ожоги тян в местные цундеры. Ты зупой? Обожжённое лицо там не цундера. Она стеснительная, замкнутая и такая маэшная, что я помираю. Будь я глухой, я бы бегала и кричала, как умирающий жираф. Чего? Что это весело? Вы создали игру, которая близка. Поздравляю, наслаждайтесь новым статусом. Популярность была так велика, что модеры закрепили один из тредов, что для сайта все дискуссии, на котором непостоянные и неустойчивые, было крайне редким событием. Единая творческая сила была неостановима. Она обрела свой разум. Со временем было решено воплотить игру в реальность. И отталкиваясь исключительно от одной страницы с концептом, коллективный разум борды все-таки принялся за дело. Был создан форум разработки в попытке собрать и упорядочить достаточно идей, чтобы придать проекту определенную форму, но шлюзы уже прорвало. Лишенный стыда и совести коллектив устроил бой без правил голыми кулаками в клетке, обвиниваясь идеями, словно ударами на открытом форме. Одни обрели форму и развивались, а другие отметались, едва появившись на свет. Сюжет, приходы, и дозволены любые предложения, серьезные и не очень. Думаете, она больше ара? Ара-ара? Или О-Хоу? Ара-ара-ара-ара-ара-ара-ара-ара-ара-ара-ара? Платформа быстро превратилась в клапки другого рода, с сырой креативностью и беспорядочными идеями. Но каким-то образом во всем этом безумии девушки получили подобие характеров и даже имена. Рин, Лили, Сидзуна, Ханака и Эми с написанием на канзи. Мне, кстати, и на... Ух ты. Ух ты. Даже перевели. То есть, ну, как бы неплохо. Мне кажется, прописание именно характера в новеллах, вообще везде, в каких-либо, это самое сложное. То есть, его нужно прописать и потом ему еще и нужно соответствовать. То есть, я когда думаю о том, чтобы прописывать каких-то персонажей, я думаю, блин, когда автор, типа, говорит от лица одного персонажа, а потом тут нужно говорить от лица другого, не развивается ли какая-то, не знаю, шиза, потому что, по сути, тебе нужно переключать какие-то личности, чтобы не измен... Чтобы персонаж как бы не изменил сам себе в этом разговоре и в последующем и в следующем и в следующем и в своих действиях, чтобы он как бы не изменял сам себе. Ах. Однако, поскольку решения принимались коллективной энергией вябу без нормального понимания японского языка, просочились и такие имена, как Иванка, которое ни разу не японское имя. Местом действия, что неудивительно, была специализированная японская школа для учеников-инвалидов. И фанат, раскрасившись страницу, не зная о том, оказал большое влияние на визуальный дизайн, так как раскраска школьных форм и девушек останется неизменной до самого релиза игры. Но постепенно, как можно было ожидать, хайп начал стихать, а темп замедляться. Переменчивый интерес анонимных юзеров быстро испарился, и они вернулись к своим прежним занятиям. И лишь немногие избранные собирали по частям оставшиеся после этих хаотичных событий, пытаясь понять... Итак, куда, черт побери, нам двигаться дальше? Апрель 2007-го. Четыре месяца с первого поста в треде. Весь набранный темп почти полностью потерян. Идут споры о том, оставлять ли проект открытым, чтобы любой из сообществ мог сделать вклад, или закрыть его для работы конкретной командой. В любом случае, любой прогресс практически сошел на нет, и проект рискует умереть медленной, медленной смертью. Тут приходит человек по имени Кэмерон О'Нил, известный под ником Крат. О'Нил? Мне повезло взять у него интервью для этого видео. У него был опыт организации онлайн-проектов после работы над фан-сабом сериалов вроде Цикад. И он взялся за организацию нового форума разработки с нуля для оставшихся разработчиков, до сих пор заинтересованных в данном проекте. Новая разношерстная команда была сформирована. Крат отвечал за написание истории Ханака, Эй Ту Ту отвечал за Сидзуне, Ора Зарин, еще один сценарист за Лили, и Хайв Майнд согласился написать Рут Эми. Еще были люди, занимавшиеся рисованием персонажей и фанов, а также руководитель проекта, который начал изучать Рэнпи, известный движок для визуальных новелл. Все из команды получили определенные роли в проекте, и так и появилось 4 Leaf Studios. Название отсылает к четырехлистнику налога Фачана, где все началось. Обычно команды начинают с малого, и небольшая визуальная новелла это несколько часов игрового времени. Так что с нулевым коллективным опытом написания, рисования и разработки визуальных новелл, они все приняли решение, которое, как я полагаю, выглядело как-то так. Народ, знаю ни у кого из нас нет опыта создания визуальных новелл, и мы группа независимых незнакомцев без четкой иерархии в нашей команде, но... Погнали! Как вы относитесь к разработке полноформатной с несколькими рутами на 30 с лишним часов новеллы с первой попытки? Да, это просто... А как по-другому? Как по-другому начинает-то? Это вообще не так! Производственный ад! Все! Все, что только могло, пошло не так! В конце 2007-го команда думала, что игра будет закончена в 2009-м. Они не подозревали, что подписываются на 5 лет адской разработки. Планировалось с первого захода сделать полную новеллу, и неопытный коллектив слепо ринулся вперед. Наобум собирает текст и изображение, чтобы создать первую играбельную версию игры. Многие второстепенные персонажи были созданы на ранней стадии, а основные получили больше индивидуальности. Это не легло в основу финального варианта игры и первой альфа-версии, вышедшей под кодовым названием Грит-1. А науки клана 4chan заново разожгла интерес к проекту, после чего команда пополнилась композитором Николем Армарфи и Дельтой, который помогал с движком и интерфейсом. Но вскоре стало ясно, что этот проект абсолютное чеховское ружье. Даже у уменьшившейся команды было множество идей, которые непонятно куда было пристроить. Временами казалось, что все работают над разными играми. Результатом стал странный проект Франкенштейна из разных частей. Было просто весело наблюдать, к чему все идет. Вскоре они поняли, что проделанная ими работа позднее приведет к катастрофе, если не выбросить все наработки и не начать работу над сценарием по новой. Удрученная команда попыталась спасти, что возможно, и выстроить основную структуру игры. Акт-1, первая глава игры, будет общим между всеми рутами и писаться совместно всеми сценаристами до разветвления в последний день. Все решили, что они перепишут Акт-1 вместе, а затем перейдут к своим собственным сюжетным линиям. Логично же, верно? Звучит гораздо лучший подход. Теперь-то все пойдет гладко, неверно. Позднее Ора понял, что можно сделать лучше и перестроил всю структуру в одиночку. Это означало, начало третьего переписывания Акта-1. Вскоре проект потерял художника-персонажа и сценариста истории Лили, так что нужны были новые члены. Это был первый из множества случаев прихода и ухода людей с проекта. Для истории Лили был найден новый сценарист Сурико, но за следующие месяцы команда сменила кучу художников, которые присоединялись, но быстро уходили по своим причинам. Спустя 8 месяцев у проекта не было ни одного законченного фонового изображения. Также была очевидно огромная проблема с полным отсутствием художников-персонажей. Несмотря на это, исключительно на слепой вере, что визуальная новелла без визуала это проблема, которая может решиться в дальнейшем, команда продолжила. Ааа, окей. Черновики своих сюжетных линий, движок стал напоминать что-то похожее на готовый проект, была взята группа редакторов и весной 2008 их вера была вознаграждена. Разношерстная группа художников прибыла на борт для работы над изображением персонажей и графики для игры. Однако, один из важнейших аспектов всех визуальных новелл это, конечно же, фаны. И, к сожалению, у них по-прежнему был ноль художников-фанов. Фаны требуют громадного объема работы и очень специфических навыков. Для решения проблемы команда вернулась к корням и попросила о помощи сообщества. Они попросили людей присылать фото для различного окружения в новелле. Их планировалось прогнать через фильтр, чтобы сделать их эстетику более анимешной. Юзер Юджови внес значительный вклад и одновременно с этим Ора и Крат побывали в Японии и часть их снимков пришлась очень кстати для игровых фанов. Как вы понимаете, большая часть снимков сделана в разных местах Японии, но школа, где происходит действие была взята с фотографии очень японской школы Брауновского университета в Род-Айленде. К сожалению, двери продолжали вращаться, работники приходили и уходили. По словам Кэмерона, его день от дня не покидало чувство, что проект может быть брошен. Помните, на протяжении всей работы ни один человек не получал оплаты. И на проекте людей на чистом энтузиазме. И ничто не удерживало, помимо стремления его закончить. Написав часть музыки, Николь заскучал и ушел, а первый художник фонов и руководитель были уволены из Порли в Студиос. Но хватит о плохом. Наконец-то есть и хорошие новости. Ну-ка. Ближе к концу 2008-го весь сценарий игры был наконец закончен. И после рассмотрения было решено... О, нет. Что это отстой? Он по-прежнему читается как странная... У меня аж... У меня аж видос на паузу поставил. У меня аж видос... У меня руки вот тут вот были. Видос аж на паузу поставил от такого. Вместе Мишанина из ранних идей. Но все нормально. Это не проблема, а временные трудности. Ведь есть и светлая сторона. Ее можно назвать светлой, потому что на нее был натянут коричневый фильтр. Производство изображений все равно сильно отставало от графика. Поэту у них было время, чтобы переписывать весь Акт 1 с нуля. Снова. Научившись на своих ошибках и став опытнее, команда смогла выдать намного лучший сценарий, который в итоге и использовался в игре. Плюс пришел Блю Ван Ту Три, который начал писать дополнительную фоновую музыку. Что интересно, хотя формально Акт 1 находился в разработке два года, все в итоговом продукте было сделано немногим более чем за полгода. От того, что было в начале, остался только оригинальный код и часть ранее написанной музыки. После двух лет после первого поста на форчане, переписываний, переписываний, переперепереписываний, приходы и ухода членов и балансирования на грани смерти все это время Акт 1 наконец был закончен. И представлен публике в апреле 2009. Акт 1 должен был быть тестовым. Часть разработчиков думала, что им будут делиться и обсуждать его только на форумах, вдохновивших это безумие, но в итоге он привлев значительное внимание в интернете, превзойдя все ожидания. И став для команды вином, которого они заслужили и в котором к данному моменту нуждались. Нашлись даже люди, пожелавшие перевести игру на десятки разных языков. Японский, Венгерский, Русский, Немецкий, а с тех пор и много других от различных групп. Что еще важнее, им удалось добавить в игру существенный элемент в виде анимированных опенингов. Аниматор Майк и Нео предложил группе свои услуги и они согласились. У разрабов ушли недели на то, чтобы прочитать все отзывы и понять, что можно улучшить. Но стало ясно, что они были на верном пути. Со всем этим вниманием пришел рост амбиций. Команда научилась большему, подняла уровень и не поняла, что они могут лучше. Поэтому они приняли тяжелое решение вернуться и переработать значительную часть сюжета с различных ракурсов. Как вы понимаете, выкинуть и переделать огромный кусок сценария игры было непростой задачей. Но к тому времени им было не привыкать. В начале 2010 года Это грустно, но... Это так смешно. Это грустно, но смешно, типа, не привыкать. Команда еще одного художника, потому что, увы, команда вскоре поняла, что им не хватает людей на все изображения, которые понадобятся для игры. В общем-то, в команде в принципе жестко не хватает людей с учетом того, какое количество работы надо было проделать. Однако, добавление большего числа людей, нуждающихся в организации, могло иметь свой отрицательный эффект. Так что они решили неспешно продолжать с имеющимся составом, хотя их все равно преследовали проблемы с коммуникацией между отделами. И все равно нужно было доделать очень много изображений. Несмотря на всю поддержку, команда начала уставать, но они не останавливались. Практически все в основной команде успели выгореть и взять длительный перерыв от проекта. Но, что удивительно, все остались на борту. После постоянных неудач впервые за долгое время они наконец видели свет в конце тоннеля. После лета 2010-го вопрос уже был не выйдет ли когда-нибудь игра, а когда это случится? С восполненной мотивацией, сильной надеждой и лучшим пониманием, какого хуя они вообще делают, они работали не покладая рук. И спустя годы неурядец неоднократного ухода сценаристов, композиторов, художников и других участников на протяжении всей разработки, 4 января 2012-го года, ровно через 5 лет после первого поста на Форчане, релиз Кота Васёдзе наконец состоялся. 5 лет. Им удалось. Им все-таки удалось. Разношерстная команда разработчиков-любителей не только довела визуальную новеллу на 30 с лишним часов до завершения, им еще и удалось сделать ее действительно хорошей. Команда получила почти единодушные похвалы от фанатов и критиков. Они тронули много-много людей и достигли гораздо большей аудитории, чем собирались и могли представить. Об игре писали крупные игровые сайты, ее пробовали люди, никогда не игравшие в визуальные новеллы. Она вышла далеко за пределы своих небольших борт по аниме и визуальным новеллам на Форчане. Даже Райта, художник, с подачи которого началась вся история, написал в японском блоге пост с искренней благодарностью разработчикам за их общие усилия. Кота Васёдзе до сих пор остается культовой классикой любимой Я не могу, это просто очаровательно. Многими. Лично я впервые услышал о ней, как и многие другие, увидев обсуждение Роге с Форчана об отношениях с девушками-инвалидами. И, конечно, когда я это прочитал, мне стало любопытно, так как моей первой реакцией было, о боже. Посмотрим, насколько это большая катастрофа. И да, хотя в ней есть несколько эротических сцен, как многие другие визуальные новеллы, рекламировавшиеся, как Роге, она оказалась намного большим. Катава Сёдзе тоже удивила людей. Меня встретила не только приятная, но и вдохновляющая история о группе людей, которые стремятся преодолеть выпавшие им заключения и трудности. Это не просто история, которыми наслаждаются, это одна из тех исповедших выпавшие им заключения и трудности, это можно отнести как к героям, так и к команде разработчиков. Я даже сначала не поняла, о ком конкретно идет речь. Истории, которые могут изменить жизнь, научить людей чему-то о себе и отношениях с окружающими. И для меня настолько мощная и настолько впечатляющая история, с учетом пути, который она преодолела, видится ничем иным, как чудом. Мне кажется, наиболее впечатляющей была реакция со стороны самого Форчана. Форчан, борда ожесточенных дегенератов, сообщество с одним из самых не сдержанных, бескомпромиссных, присыщенных людей в интернете был растроган до глубины души. Это была игра, которая научила Форчан чувствовать. Это была игра, которая сломала Форчан. Я скачала игру, просто чтобы пофапать. А теперь схлипываю, думаю о хорошей концовке Эми. Я даже не люблю хентай. Просто подумал, ну, я хочу подрачить, почему бы и не на это. Нет, возьми, у меня есть вайфу, и я из-за этого плачу. Вы нахуй сломали меня, Ви. Идите нахер. Ребята, серьезно, я сейчас буду рыдать, как сучка, вы бы только видели. Я еще даже не нашел до конца. Идите нахуй за то, что вы со мной сделали фоли в студию, за то, что вы вызвали у меня эти чувства. На помощь, Ви. Кажись, вы сломали мои стояки. Блядское блядство. Я думаю, об этой игре не переставая два дня подряд, и мне не становится легче. Блядь. Я был готов к дрочке, но не был готов к чувствам. Вот она цитата, которая максимально вдохновила меня посмотреть это видео. Я не думала, что за столько... Ну что, пойдем? Я не знал. Впечатляющая? Да, это слабо сказано. Мне кажется, свой талант они проявили вот именно в этом упорном, безвозмездном труде. Я знаю этого аниматора. Ну вот, вот. Я с меня иду в этот комментарий. Он просто, знаете, он... Это даже больше не от того, что он прям смешно и смешно, а от того, насколько на контрасте он играет. То есть, это одновременно и забавно, и смешно, и одновременно до слез очаровательно, и трогательно. Это уже не повторится. 4Leaf Studios объявили, что это первый и последний из выпущенных ими проектов. И хотя есть шанс, что кто-то из участников еще поработает вместе, сотрудничество этой команды талантливых людей до этого дня остается единичным случаем. И поэтому для меня Катова Сёдзя уникальная аномалия своего времени, подобных которой может и не быть. Я видел школьные проекты, рушившиеся из-за меньшего. Этот проект сделан командой без опыта, без бюджета, без гарантий, что их труды когда-либо увидят. Они были движимы чистым энтузиазмом, но проект был сделан не только на энтузиазме. Эта игра держалась на лезвии ножа большую часть разработки. От задумки до завершения должно было сложиться множество маловероятных вещей. Должно было случиться множество счастливых совпадений, чтобы эта затея не только увенчалась успехом, но еще и настолько невероятным. Такой была чудесная история Катова Сёдзе. Спасибо за просмотр. Поддержите нас на Бусти и смотрите ролики на сутки раньше и без рекламы. Отдельная, огроменная благодарность Фуртаске Тушпу. Тоже большущая благодарность Вусо Сириас, Доктор Фикус, Винтер Орбит, Клаус Барка, Торвал Дистар, Эргеши Камелия, Циклонная Нео Арстронг, Пушка, Шираторий, Констрактор, Памп Диди, Винд Рейвен, Ивану, Александру Бер... Перевода Сергей Константинов, Звук оформления надписей и озвучка Седогия Алексей Михайлов, Анимемена озвучил Сильвертацию, А я, Иосиф Уманский, озвучил Гигука. Это... Это просто жесть. Это просто... Надо было сначала короткий видос смотреть. А ты думаешь, на коротком мы бы не плакали? Думаешь, на коротком мы бы не плакали? Всё плохо. Это... Я, знаете, я даже такая... Я просто сижу такая, думаю, ну, нормально, нормально. Я просто чувствую, что у меня вот тут вот уже всё истекает. Оно прям не переставая и текло, и текло, и текло, и текло. Жалко, камера не настолько хорошая, чтобы это всё увидеть. А я потеряла зеркало. Я нашла зеркало. Сделай сама такую же игру про себя. О, точно. Мы только что посмотрели, как человек... Группа людей, постоянно, перманентно меняющихся, делала игру пять лет, не рассчитывая на особый успех. И в итоге всё-таки добилась на чистом энтузиазме, без какого бы то ни было опыта, на чистом энтузиазме добилась успеха. И тут сделаю... вот зачем мне салфетка, если у меня есть рука? Какая-то фраза, готовьте свои салфеточки. Относилась немножечко к другому. Относилась чуть-чуть к другому. Блин, у меня она не бесконечная. Я ещё помаду я ей вытирала так-то. Ну, чуть-чуть растеклось, но ничего страшного. Ничего страшного. Чуть-чуть смылась подводочка. Ну, не страшно, подумаешь. У меня, кстати, почему-то больше плакал вот этот глаз, по нему прям вот так перманентно стекала слёзка. Ну, знаете, ситуация вот с этими разработчиками очень трогательная, очень прикольная, что, не веря в себя, это просто получится или нет, у них в итоге получил. А представьте, сколько людей, у которых не получилось. Я у вас уверяю, их очень-очень-очень-очень-очень и очень много. Да, поэтому-поэтому да. Возможно, 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 они так долго продержались, только потому, что они не ставили какой-то огромной масштабной цели. Вот, у них было, ну, получится-получится, не получится-не получится. Возможно, возможно. То есть, на кону как бы не стояла там жизнь и смерть, и поэтому, ну, как бы в своём темпе, в своём темпе. История просто великолепная получилась. от вот этой игры. Я надеюсь, мы в неё поиграем на стриме. На следующем, может быть, на позаследующем нужно будет её скачать. Там говорили, что перевели на русский, так что шанс имеется. Так что да, 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 я просто поражена. а. Вот,